В скором времени электронный документ вытеснит бумажный. Уже сейчас государственные и муниципальные услуги предоставляются в электронном виде. Создана система межведомственного электронного взаимодействия СМЭФ. С ее помощью органы исполнительной власти Чувашии, муниципальные районы, городские округа и сельские поселения обмениваются между собой информацией. Для того, чтобы наладить работу в СМЭФ, специалисты Мининформполитики Чувашии проводят обучающие семинары для представителей администрации районов и городов, а также сельских поселений. Очередной прошел в городе Ядрин. На сегодняшний день почти у каждого дома есть компьютеры с выходом в интернет. Современные технологии позволяют удаленно проводить многие операции, в том числе получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на едином портале госуслуг. Процедура несложная, займет лишь 10 минут. Альтернатива этому так называемые информаты. Терминал рассчитан на тех, у кого нет под рукой выхода в интернет. С помощью аппарата можно зарегистрироваться на портале, подать заявление на получение какой-либо услуги в электронном виде. Таких многофункциональных аппаратов в республике всего пять. В Щебоксаре, Канаше, Шумерле, Аллатре и Ядрине. В нашей республике они заработали осенью прошлого года. Для меня информат, конечно, новшество. Можно здесь получить, вот посмотрел разные услуги, оплатить штраф, получить также сведения с пенсионного фонда, узнать о субсидии и многое другое. Информат, напоминающий обыкновенный терминал оплаты, делает практически все. В одном оборудовании и принтер для распечатки необходимого документа, купирует приемник, видеосвязь с выходом в колл-центр, а также Wi-Fi. Впрочем, последняя функция пока недоступна. С помощью видеосвязи можно получить необходимые консультации у специалистов. Если вам что-нибудь непонятно, у вас возникают какие-либо трудности, вы можете связаться с оператором электронного правительства. То есть вы берете трубочку и нажимаете либо аудиосвязь, либо видеосвязь. Вот в этом окошке у нас появляется через некоторое время оператор, вы ему задаете вопрос, и он вас консультирует. Всего в Чувашии на сегодня через единый портал госуслуг предоставляется 69 государственных и муниципальных услуг. Популярностью среди населения пользуются такие услуги, как оформление паспорта гражданина России и загранпаспортов, получение водительского удостоверения, проверка штрафов, задолженности по долгам. Для обмена информацией между органами власти была создана система межведомственного взаимодействия. К нему подключены все органы исполнительной власти Чувашии, органы местного самоуправления, сельские поселения. Для пробирования системы выявления недочетов в ее работе изначально было организовано использование системы по 14 социально значимым государственным и муниципальным услугам. Сейчас работы по предоставлению 96 государственных и муниципальных услуг через МЭФ завершены. Сотрудники имеют специальный ключи для запросов. С 1 июля 2012 года органы власти и органы местного самоуправления, то есть сотрудники, которые предоставляют услуги, не имеют права запрашивать документы у граждан. Они сами должны запрашивать документы у других органов власти. Чтобы вот эта статья закона исполнялась, создана система межведомственного электронного взаимодействия. В этой системе у нас работают 15 органов власти, 26 органов местного самоуправления и 291 сельское поселение. Для того, чтобы у сотрудников, которые оказывают государственные услуги, не возникало вопросов и могли работать без перебоя, совместно со специалистами Мининформ политики Чувашии был проведен выездной обучающий семинар. Показывали, как правильно отправлять запросы и получать ответы по системе межведомственного взаимодействия. Как правильно подписывать ключами электронной подписи. Подобное мероприятие уже проводилось в Канаше. В дальнейшем обучение пройдет в Шумерле и в Чебоксарах. Алексей Иванов, Евгений Анисимов, Республика. Продолжение следует...